Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале! И сегодня у нас будет мастер-класс по плетению плоских сережек с использованием бисера. Бисер я буду использовать для этих целей обычный чешский, он у меня прозрачный, бесцветный. Кстати, в мастер-классе я покажу вам, что серьги можно выполнить не только в таком варианте. Во-первых, их можно сплести без бисеров, во-вторых, вы сможете убрать вот эти боковые колечки. За счет этого верхушка вашей сережки будет более компактной и серьги будут смотреться более миниатюрными. Вариантов массы. Серьги у нас, можно сказать, трансформеры. Поэтому давайте приступим к плетению. Для начала я хочу вам показать также нитки, которые я буду использовать. Эти ниточки мне прислали в качестве подарка. Они называются опал цвет золота. Плести я буду в два сложения, мне так комфортней. Нам понадобятся дополнительно еще швензы, на которые мы будем крепить наши сережки. У меня вот такие обычные крючочки. И два челнока с намотанной нитью. На каждый челнок я надела примерно по 45 бисеринок. Этого хватит, чтобы сплести две сережки. Для начала мы свяжем кончики ниток и начнем плетение с верхней части сережки. Первое колечко у нас будет плестись без использования бисера. И колечко состоит из 7 пико 7. Не забываем, что дополнительно мы сразу вплетаем хвостики и прячем их в работу. Делать это следует в 3-4 узелка. Колечко затягиваем и смотрим на результат. Вот такое миниатюрное колечко у вас должно было получиться. Вот это, кстати, кончик, я его сейчас опалю. Если вы вдруг не видели видео, как я прячу свои кончики ниток, то обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю вот здесь, вверху. Следующее колечко у нас будет плестись под первым. Плетется оно по схеме 5 пико, 4 пико, 6 пико, 4. Плетем первых 5 узлов. Далее выполняем соединение за пико от первого колечка. И доплетаем колечко по схеме, указанной вверху. Колечко затягиваем и смотрим, что же у нас получилось. Далее мы выполняем переворот и начинаем плести другим челноком. Плести мы будем дугу, она будет у нас с использованием бисера. Вначале мы сплетем 8 узелков. Также не забываем, у нас здесь еще один кончик остался. Мы его также заправляем в процессе работы. Дуга у нас будет плестись 8 пико, а далее 8 бисеринок мы будем вплетать с каждым из челноков через один узел. Делаем небольшое соединительное пико после первых 8 узелков. А далее начинаем подгонять с одного и с другого челнока по одной бисеринке. Две бисеринки я подогнала. Делаю один полный узел. Далее еще подгоняю бисер. И так мы вплетаем 8 бисеринок с каждой стороны. И вот посмотрите на результат. 8 бисеринок, вплетенных через один узел. Далее мы меняем челноки местами. Переворачиваем работу и начинаем плести колечко боковое. Вот оно, вот это колечко маленькое. Также у вас есть вариант не плести здесь колечко, которое я сейчас буду делать, а соединиться сразу дугой. Тогда у вас верх сережки будет более узким. Но так как я плету пару к своей сережке, я покажу вам с плетением колечко. Колечко у нас будет состоять из 7 пико 7. После первых 7 узелков мы выполним соединение за вот это вот пико, которое у нас тут есть. Вот, посмотрите, вот здесь. Аккуратно выполняем соединение. И плетем вторую часть. Еще 7 узлов. После этого работу можно затянуть. Вот что у вас должно получиться. Это, кстати, у меня изнанка. Теперь работу снова переворачиваем. Меняем челноки местами и будем снова вплетать бисер. Делать дугу из бисера. В этот раз мы вплетем уже 9 бисеринок. Вначале мы плетем 1 узел полный. И далее начинаем вплетать. Опять с одного и с другого челнока подгоняем бисер. И так 9 раз. Я подогнала бисер, сплела целый полный узел. Далее подгоняю еще раз с двух челноков бисер. И плету снова 1 полный узел. Далее мы будем плести вот это верхнее колечко, которое у нас будет состоять из 18 полных узлов. Плетем мы его без использования бисера. И это получается у нас кольцо на дуге. Теперь мы берем другой челнок. Переворачиваем работу, чтобы нам было комфортнее плести. И начинаем плести трехлистник верхний. Плетем мы его без использования бисера, поэтому бисер можно пока что отодвинуть в сторону, чтобы он вам не мешался в работе. Первое колечко, которое мы сплетем, будет 10 пико 10. Вначале плетем 10 первых узелков. После этого смотрим внимательно, потому что мы будем выполнять соединение за колечко, которое у нас было вторым. Вот здесь вот за пико. Выполнили соединение и теперь доплетаем еще 10 узлов. После этого колечко затягиваем. Вот это изнанка нашей работы. Далее мы плетем следующее колечко. Будет состоять из 8 пико, 5 пико, 5 пико, 8. Вначале мы сплетем первых 8 узелков. И теперь мы должны будем выполнить соединение в то же самое пико, что и предыдущее колечко. После того, как вы выполните соединение, вам нужно вот эти новые сплетенные узелки наложить поверх нашего предыдущего кольца. Мы это делаем для того, чтобы у нас колечко потом лежало на изнанке, а не на лицевой части. Далее мы плетем 5 узелков. И присоединяемся за пико, точно так же вот, за второе колечко. Но у нас здесь вот есть еще одно пико, в него же мы и соединяем работу. Далее плетем еще 5 узлов, делаем небольшое пико и 8 узлов. Колечко затягиваем. При затягивании колечко, обратите внимание, что вторую часть кольца, где мы сплели 5 узелков, мы также должны положить поверх нашего колечка. И вот так вот должна выглядеть ваша работа. Далее мы плетем еще одно колечко 10 пико 10 и подкладываем его под наше кольцо большое, центральное, которое мы только что сплели. После первых 10 узлов мы выполним соединение за вот это пико, которое у нас здесь есть. Узелки мы подкладываем вниз и плетем вторую часть колечка. После этого работу затягиваем. Переворачиваем работу на лицевую сторону и смотрим на наш результат. Далее мы будем плести вторую часть, которая у нас в принципе полностью похожа на вот эту. Я покажу вам ее в ускоренной немножко съемке, то есть сразу готовый результат. Если какие-то моменты будут здесь немножко более сложными, я вам их отдельно покажу в процессе нашего мастер-класса. Теперь плетем дугу из 9 вплетенных бисеринок с каждого челнока. И вот наша готовая дуга. Теперь мы сплетем колечко 7 пико-7. Пока что мы его ни с чем соединять не будем. Если вы плетете работу без боковых колечек, то вам нужно сплести здесь не один узел, а два. Так как у нас дуги начинаются с одного полного узла. Помните об этом. Итак, вот наша работа. Далее мы плетем дугу. Вначале вплетаем 8 бисеринок с каждого челнока и делаем небольшое пико соединительное. Доплетаем еще полных 8 узелков. Работу не забываем перевернуть. Вот как выглядеть будет ваша работа. Далее, здесь вот колечко не закреплено. Далее мы меняем челноки местами и плетем уже другим челноком вот эту пару колец. Только теперь я вам покажу, как их нужно соединять. Для начала мы сплетем большое колечко. 5 пико, 4 пико, 6 пико, 4. Вначале мы плетем 5 узлов и выполняем соединение за вот это боковое колечко, которое у нас здесь осталось не зафиксировано. Выполняем соединение. Далее мы плетем 4 узелка. Выполняем за соединение вот этих колец по серединке, вот здесь. Самое главное не запутаться в моменте соединения. Вот и все. Далее мы сплетем 6 узлов. И соединим работу с нашим вторым колечком. Вот этим. То есть вот здесь. Посередине нашего центрального кольца. Колечко, получается, мы соединяем в трех местах. Вот что у вас должно получиться. Это у меня изнанка, а вот это лицевая сторона. Далее мы продолжаем плести. Далее мы плетем колечко, которое у нас плетется по схеме 7 пико, 7. Оно у нас будет наложено на наше только что сплетенное колечко. Плетем вначале 7 узлов. Далее мы аккуратно разворачиваем работу так, чтобы колечко у нас соединилось с вот этим местом. То есть мы должны его наложить поверх, вот здесь. Я покажу сейчас поближе. Вот здесь мы должны его выполнить в соединении. Вы можете сделать это как на изнанке, так и на лицевой стороне. Все равно, как вам удобнее. Я буду выполнять соединение с изнанки. Колечко затягиваю. Все я это делаю на изнанке, придерживая кольца двумя пальцами. Аккуратно поправляю колечко, чтобы оно у меня лежало ровно. И все вообще кольца, которые у меня расположены посередине моей работы. И смотрю, что же у меня получилось. Вот такая работа у нас на данный момент. Далее мы будем плести дугу, которая у нас будет смотреть, получается, колечками вот сюда. Берем работу, опять поворачиваем ее на изнанку и аккуратно начинаем плести. Дуга у нас будет состоять всего лишь из пяти узелков. Вот такая вот маленькая дуга у вас должна получиться. Далее мы будем плести кольца вот этим основным челноком. То есть мы должны опять перевернуть работу на лицевую сторону. Переворачиваем и начинаем плетение. Первое колечко, которое мы будем плести, будет по схеме 6 пико, 4 пико, 10. После первых шести узлов мы будем выполнять соединение за пико, которое у нас здесь есть на дуге. Далее доплетаем колечко по нашей указанной схеме. Вот готовое колечко. Следующее колечко у нас будет плестись по схеме 8 пико, 10 пико, 8. После первых 8 узелков мы выполним соединение за наше предыдущее колечко. Вот я сплела первых 8 узлов, теперь выполняю соединение. Далее плету 10 узлов, пико 8 узлов. Вот что у вас должно получиться. Далее мы сплетем дугу. Дуга у нас будет состоять из 10 узлов. Меняем по этому челноке местами и плетем. Это у меня сейчас изнанка. Снова меняем челноки местами и теперь мы будем плести колечко с использованием бисера. Поэтому подгоняем 3 бисеринки сразу в кольцо и начинаем плести колечко. Оно у нас будет плестись по схеме 5 пико, 4 пико, 2 полных узла. Далее мы вплетаем 3 бисеринки через один узел с двух ниток и завершаем колечко пятью узлами. Плетем вначале первых 5 узлов. Выполняем соединение за пико от вот этого колечка вот здесь. далее плетем 4 узла делаем пико снова плетем 2 узла и начинаем вплетать бисер. Бисеринку подгоняем отсюда с нашей с рабочей нити из челнока далее мы доплетаем 5 узлов и затягиваем колечко. Вот посмотрите что у нас сейчас получается. Далее я покажу вам небольшую хитрость когда у нас на челноке остается слишком мало бисера и мы понимаем что работа почти закончена. А бисера нам не хватит чтобы доплести мотив. Поэтому я воспользуюсь интересным способом. Мы просто поменяем челноки местами. Здесь у меня бисера достаточно. Это просто изначально я плохо просчитала сколько нам понадобится. у меня случается такое часто. Поэтому мы просто делаем узел и укладываем челноки таким способом чтобы новый челнок на котором есть бисер смотрел в ту сторону где должен лежать был предыдущий. Просто завязываем узелок и все ничего сложного. Теперь мы спокойно можем плести этим челноком. Также этот способ применим и к дугам. То есть неважно кольцо у вас либо дуга всегда можно взять и поменять челнок местами. Следующее колечко у нас плетется без использования бисера. Плетем его по схеме 6 пико 5 пико 10. Вначале сплетем первых 6 узелков и выполним соединение за пико которое у нас есть на предыдущем колечке вот здесь. Аккуратно находим его и проходимся крючком и выполняем соединение. Далее доплетаем колечко до конца. Следующее колечко у нас будет центральным и вплетаться в него будет всего 10 бисеринок. Для начала мы подгоняем 5 бисеринок в само кольцо и еще 5 мы вплетем в процессе плетения уже самого челнока. Для начала мы вплетем 7 пико 2 далее 5 бисеринок через один узел потом еще раз 2 узла пико и 7. Плетем первых 7 узлов выполняем соединение за предыдущее колечко за пико далее плетем 2 полных узла и начинаем вплетать бисер вплетаем мы его с одного челнока то есть подгоняем и с рабочей поверхности нити после этого плетем 2 узла и 7 узлов колечко затягиваем вот что у вас должно получиться уже мы почти на финишной прямой и нам чуть-чуть совсем осталось чтобы доплести нашу сережку далее мы плетем точно такое же колечко как и с этой стороны плетем его по схеме 10 пико 5 пико 6 не забываем присоединиться за пико предыдущего колечка центрального и вот что у нас получается следующее колечко мы плетем по схеме 5 далее 3 бисеринки с 2 нитей 2 пико 4 пико 5 это колечко у нас будет зеркальным отражением вот этого кольца который мы уже плели поэтому процесс плетения я показывать не буду покажу сразу готовый результат не забываем что нам нужно вначале подогнать 3 бисеринки на рабочую поверхность а еще 3 мы плетем уже в процессе работы и вот посмотрите что у нас получается далее мы переворачиваем работу наизнанку и плетем дугу которая у нас будет состоять из 10 узелков без использования бисера хорошенько подтягивайте работу чтобы у вас здесь не было промежутка далее мы снова меняем нити местами и доплетаем последние два колечка которые у нас находятся сбоку вот здесь первое колечко у нас плетется по схеме 8 пико 10 пико 8 не забываем что мы также должны будем выполнить соединение плетем первых 8 узелков далее выполняем соединение за колечко вот здесь вот у нас есть пико за него же мы соединяемся далее плетем 10 узлов пико и 8 последнее колечко у нас будет плестись по схеме 10 пико 4 пико 6 после первых 10 узелков мы выполняем соединение за предыдущее колечко плетем 4 узла теперь мы должны будем выполнить соединение за вот эту дугу для этого мы переворачиваем ее 2 раза 1 получается сложили и теперь второй выворачиваем еще раз вот посмотрите поближе на как у меня вывернут работа доплетаем колечко до конца это еще 6 узлов и теперь нам остается сплести последнюю дугу смотрите чтобы у вас нитки остались именно с одной и той же стороны что одна что вторая последнюю дугу мы плетем с изнанки можно сложить работу чтобы более комфортно плести 5 узлов а далее прячем кончики ниток и вот как у меня она выглядит сейчас я спрячу кончики ниток зафиксирую их сразу в работе в своей и покажу вам полностью готовый результат ну что же вот и вторая сережка моя готова кончики ниток я спрятала вот посмотрите две моих красивых сережки полностью готовы теперь мы наденем на них швензы здесь нужно всего лишь открыть маленький вот этот крючочек и надеть их на наши основные колечки вы также можете сделать пару сережек перевернув их вот таким образом тоже получается очень интересный результат ну что же мои серьги полностью готовы я надеюсь что этот мастер-класс был интересным и полезным для вас если вам понравилось это видео то не забывайте поставить мне пальчики вверх а также пишите ваши комментарии мне интересно узнать с каким бы цветом бисера вы бы комбинировали такие ниточки а на сегодня я прощаюсь с вами до новых встреч пока пока